Мы не будем откладывать все на потом, мы не будем оценивать кота за хвостом, а что еще мы не будем? Мы не будем! Короче, мы будем стартовать. Лайк это мистер Саня, стартап шоу на М1, у меня закинчиваются слова. Давай, скажи про что-то. Я больше радуюсь, чем Саня, потому что рада вас видеть. И мы начинаем стартап шоу, чтобы ваш день был творческим и креативным. Стартуемо. Я предлагаю как раз начинать с солнца, потому что совсем скоро Санцет, я так и буду встречать, проводить. Так ось, НАСА нещодавно выклала видео у мережи, где можно посмотреть на четкости, на четкости, на четкости видео с солнцем, которое мы сейчас почитаем. Тобто, это действительно, там вы вмикаете YouTube, смотрите на наивысшие якости и можете спостерегать и солнечное светло, и всякие выбухи, и протуберанты. Видео сделано с помощью космического аппарата Solar Dynamics Observatory, и которое снимало солнышко каждые 12 секунд, между прочим. Для того, чтобы получить вот этот самый 30-минутный видеоролик, сотрудникам НАСА пришлось 300 часов, внимание, склеивать между собой поточки, фотографии. Вот, а, кстати, за первый, ну это все было сделано недаром, а просто потому, что за первую неделю его просмотров больше трех миллионов людей просмотрели, много было лайков и комментариев, потому что это действительно необыкновенное видео. Я бы, собственно, просто на репите поставил такое видео. Красиво, красиво, красиво. Сань, я бы на репите поставила бы тебя, когда ты нам обещаешь что-то интересное. А, сміливые арт-проекты, дивовижные винаходы и интернет-тренди из всего света. Все это ждет тебя дальше у стартап-шоу с Низкафе 3 в 1 на М1. Энтузиаст Дункан Силфилд знает, что такое кампус, и в вашем внимании представляется сейчас то самое оно. Ну, вы же понимаете, что яблука, в особенности, надгрызані, но это справедливая секция. Если вы можете подивиться, как они там работают, то просто, что происходит. Короче, это энтузиаст на свой дрончик, и не только взял и взял новый 4К ролик, то есть надзвичайно высокая качество, целое место, которое сейчас будет Apple. Это будет величезный кампус, эти масштабы просто неймоверные. И, что интересно, что там, кроме того, что будут специальные кабинеты для керувания всем этим процессом, для всего, там еще будет подвал. Так там еще и будет фитнес. Меси будут справиться там. Еще там будет фитнес-центр. Центр для посетителей с Apple Store и смотровой площадочкой даже. Можно будет фотографироваться, делать селки красивой. Так, где у меня сердце? Я сейчас за нем буду хопаться. Да, Саня, пусть твое сердце бьется все активнее и активнее, потому что общая площадь основного здания будет заставлять... Я заздрю, я очень заздрю, потому что я хотела бы побачить это. Я заздрю, я очень заздрю, потому что я хотела бы побачить это. Не слышишь меня. Я заздрю, тихо, не отвлекай, я заздрю тем, кто уже может это побачить. Ну, а сейчас мы просто наближаемся до наших селебритис и будем допитывать, как всегда ставить незручные вопросы, на какие они, возможно, все же таки хоть раз будут отвечать верно. Мы с Саней, как Скали и Малдер, и наши секретные файлы о звездах, сегодня узнаем, что такое хот-фикс. Хот-фикс? Слово. Это ваши горячие штучки. Хот-фикс. Ну, хот-фикс, мы все знаем. Горячий фикс. Название нового мужского журнала. Вот. Что-то там, что-то фикси... Фиксатор. Новый лак для волос. Горячая фиксация. Помыл голову. Фиксируешь и горешь. Хот-фикс. Лаком или каким-то спреем побрызгал, и все, не надо сушить. Здравствуйте, фиксировался. Последующий наш трек. Идея фикс. Горячая идея. Горячая фикс. Горячие умы отвечали на не менее горячий и актуальный вопрос, что такое хот-фикс. И так, на самом деле, хот-фикс – это горячее исправление багов в программных продуктах, которые ранее появлялись на рынок. Так, что очень часто сейчас происходит, например, с новыми ОС, и не только. Австралийское дизайнерское бюро «Хассел» построило специально для компании и для своих сотрудников самое экологичное здание, в котором есть прекрасные ландшафты, внутренние дворы с прогулочками, парками. Да и вообще, как бы считается, что сотрудники, как только попадают в этот офис, они работают с удовольствием для себя. Видите, там и теннисные корты. И релакс-комнатки. А еще у них очень здорово, с колористической точки зрения, построено все, что находится внутри самого дизайна. А еще 10% стен, которые мы побачили, там, взагалее, покрывают руслыны. То есть, действительно, садовники, огородники працуют саму ранку до вечера там. И даже 10% внешних стен покрыто всякими разными цветочками и травушками. А вообще есть все для того, чтобы вы чувствовали себя круто, спортивно. Ты пошел на такую работу и где-то так приблизно тиждень просто ходишь по цим коридорам, знакомишься, дивишься, потому что просто засусти за работу в таком офисе неможливо.